Июль 2007 года в новостных программах студии общественного саянского телевидения десятилетней давности освещалось немало событий, вспомнить которые довольно интересно и в наши дни. Ведь некоторые из них саянцам, зиминцам и жителям Зиминского района без преувеличения запомнились на всю жизнь. Таких гостей саянцы не ждали, да и сами гости впервые оказались в городе Химиков. Как заметил один из них Михаил Кураев, сценарист и писатель, не думал, не гадал, что так далеко занесет путь творческий. Саянцы, не избалованные такими встречами, приветствовали гостей стоя. Без сомнения, большая часть аплодисментов досталась Валентину Распутину, известному писателю и земляку, чьи произведения читал, пожалуй, каждый. Автор деревенской прозы приоткрыл завесу писательской кухни, рассказал о том, как были написаны прощания с матерой и последний срок, порассуждал на тему того, что стало с деревни сегодня и что такое современная литература. Литература слишком много, мы написали ее столько, что, видимо, может быть, поэтому она и где-то запнулась и теперь уже не может подняться, как сказать, на ноги. А вот когда литература ходит в жизни и пытается все-таки на жизнь содействовать, вот это было бы совсем другое дело. Что происходит со страной, с нами? Вот главные темы, которые поднимали столичные гости. В этом же контексте звучали и рассуждения о патриотизме, о том, какова роль таких небольших городов, как Саянск, в жизни всей страны в целом. Не обошли стороной культуру. По мнению Владимира Толстого, директора музея-заповедника Ясная Поляна и по совместительству потомка Льва Толстого, именно культура несет в себе спасение для нашей страны. Простота, безыскусность, но она, эта безыскусность высокая, Валентина Распутина покоряет. Его понимание того, что домашность это и есть Родина, это самое важное, что я вынесла с этой встречи. Такие творческие встречи, возможно, станут регулярными. Организаторы тура, посвященного 70-летию Валентина Распутина и Александра Вампилова, по их словам, хотят быть в этом уверены. А саянцы на это надеются. В 1906 году в России началась Столыпинская реформа. Тогда заселять бескрайнюю Сибирь отправились безземельные крестьяне Центральной России, Малая и Белая Руси. Так в 1907 году на суровых берегах Оки появились переселенцы из Чувашии. Поначалу жили в бурятских юртах. Первый дом срубил Иван Спиридонов. Он стал началом истории села Новолетники. Прошло сто лет, а дом стоит до сих пор. Также жило и село. 7 июля здесь праздновали национальный праздник Чувашей Акатуй и вековой юбилей села. На день рождения родной деревни съехались уроженцы новолетников со всей страны, от Владивостока до Калининграда. Глава сельской администрации Николай Павлов, приветствуя земляков, сравнил деревню с матерью. Деревня, она так же как мама, не умеет одного, не умеет не стареть. Но всю жизнь мама деревни ждет своих детей. И пиво здесь замечательное, и традиции сохраняются. Но главное все-таки будущее. И оно у деревни есть. Хотя и живет, и сейчас она трудно. Из 600 жителей работает только 120 человек. Но мэр Зиминского района Владимир Трубников, поздравляя юбиляров, заметил, что все плохое когда-нибудь кончается. В новолетниках в 2009-2010 годах будет построен новый детский сад. А в 2009 году еще три села Зиминского района, Батама, Самара и Масленогорск, отметят свой вековой юбилей. В субботу, 14 июля, село Самара Зиминского района принимало гостей. Его выбрали местом проведения праздника, дня рождения района. История Зиминского района насчитывает 300 лет, но официальный статус территории обрела 84 года назад. А день рождения отмечают вообще впервые. В Самару съехались главы муниципальных образований района, депутаты Думы, руководители ведущих сельхозпредприятий, почетные гости. Повод был у всех, поскольку власти Зиминского района готовились к празднику всерьез и задолго, объявив конкурс на лучшее муниципальное образование. Оценивались участники практически по 50 позициям. С минимальным разрывом в счете очков на дне рождения района были названы 4 лучших территории. Батама, Филипповск, третье место поделили Покровка и Услон. За победу в конкурсе вручались не только дипломы. Всех призеров бюджет наградил премии, соответственно, занятому месту 50, 30 и 20 тысяч рублей. Глава Батаминского муниципального образования Наталья Сорокина дважды поднималась на сцену за наградой. Дело в том, что региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» объявило конкурс социальных проектов. Наши родители. По его итогам призовое место занял проект Батаминского муниципального образования «Центр общения людей пожилого возраста вдохновения». Сертификат «Единороссы» подкрепили премией в 30 тысяч рублей. В течение ряда лет одно из основных учреждений культуры Саянска выглядело не слишком-то культурным. Ошерпанные стены, облетевшая штукатурка, выцветшая вывеска. Такой вид далеко не служил украшением центральной улицы. И вопрос о ремонте центральной городской библиотеки стоял на повестке десятки лет. В конце мая в городе прошел открытый конкурс на ремонт фасада и мягкой кровли этого здания, победителем которого стало общество с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж», заявившее наименьшую цену за свои услуги. Всего же на ремонт библиотеки из городского бюджета выделено 450 тысяч рублей. За эту сумму строители обязуются отремонтировать мягкую кровлю с применением новых современных материалов, оштукатурить и покрасить здание, заменить двери. Внешний вид библиотеки через месяц существенно преобразится. Сейчас разрабатываются проекты новой вывески, которая украсит здание. Но, по словам председателя Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Саянска Виктора Миллера, кардинальных изменений не произойдет. Косметический ремонт будет произведен в привычных Саянсам красном, темно-красном, коричневом тонах и не нарушит общую тональность оформления зданий по улице Советской. В эти дни во Дворце культуры юности прошли последние выпускные баллы. 549 саянских выпускников получили аттестаты зрелости в этом учебном году. В минувшие выходные в последний раз собрались вместе на школьный вечер ученики пятой школы. Начался праздник с традиционного прощального школьного вальса. ПЕСНЯ 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 Вчерашние озорные и бесшабашные старшеклассники были в этот вечер непривычно тихими. Трудно передать всю гамму чувств, которые они, наверное, испытывали. Позади большой жизненный этап, уроки и шумные перемены, толкотня в школьной столовке, дискотеке и походы. Первая любовь. И учителя, рука об руку с которыми долгие годы, и которые сегодня, утратив обычную сдержанность, признавались им в любви. Вчера в Центре технического творчества мэр города Анатолий Трухин вручил воспитанникам Центра свидетельство парашютистов Иркутского аэроклуба. О создании секции парашютного спорта в городе мечтали давно. И в марте нынешнего года состоялся первый набор в секции. 12 человек, 10 юношей и 2 девушки. Инструктором юных экстремалов стал Алексей Загребельный, бывший десантник, прошедший в этом году и спецподготовку в Иркутском аэроклубе. Начались занятия изучения истории создания парашюта, правил передвижения по аэродрому, способов укладки парашюта, упражнения на тренажерах. Кроме того, серьезное внимание уделялось психологической подготовке, умению действовать в чрезвычайных ситуациях. Если человек крепкий телом, то он должен быть крепкий духом. Но сделать шаг в пустоту, в бездну, то не каждый сможет. И, наконец, долгожданное реальное испытание. Первый прыжок самолета. Маленький Ан-2, высота 900 метров, скорость парашютиста 140 метров в секунду. В круглом иллюминаторе зеленая долина далеко внизу. А здесь потоки теплого ветра и одна мысль, только бы парашют раскрылся. Кстати говоря, парашюты ребятам выдали самые простые и надежные. Д-6. А уж какие эмоции испытывает парящий в воздухе человек, об этом словами не расскажешь. Это вообще здорово. Первая реакция, потом кричать, смеяться. Ноги вообще в порядке. Потом слезы вообще. У меня не плохо. Насколько профессионально каждый из ребят выполнил прыжок, трудно судить. Да и не в этом дело. Главное было перешагнуть некий барьер. Победить свой страх. Поверить в себя. Редактор субтитров А.Семкин